Добрый день, уважаемые коллеги! Я Григорьев Дмитрий Васильевич, кандидат наук, доцент, заведующий отделом методологии и технологии воспитания Федерального института развития и образования. И тема нашей сегодняшней встречи это социализация учащихся средствами ученического самоуправления. Начну наш разговор с двух, на мой взгляд, ключевых парадоксов социализации, которые мы, как педагоги, должны очень четко понимать. Первый момент, первый парадокс. Обычно, когда говорят о социализации, имеют в виду вхождение человека в общество, в социальные связи, отношения. Но процесс социализации включает в себя еще и вхождение человека в культуру, в культурные сообщества, в культурные группы. И здесь возникает очень интересный, парадоксальный по-своему момент. Я думаю, что через жизненные ситуации вы его хорошо поймете. Человек, условно говоря, может быть социализирован, но, например, некультурен. То есть человек может хорошо входить в общественные структуры, знать, как себя вести в тех или иных местах, быть успешным социально, признанным. Но при этом, простите за жесткость, быть, скажем, хамом и подлецом. Такой типаж мы сегодня достаточно часто, к сожалению, встречаем. Возможен и обратный вариант. Человек может быть хорошо... То есть человек может быть культурен, но не социализирован. Вы знаете, ну вот есть такое, оно не слишком благозвучное, может быть, его можно и вырезать, выражение «в народе вшивый интеллигент». То есть человек, по-видимому, высокой культуры, знающий, понимающий классические образцы ее, но не способный к маломальским социальным действиям, не знающий, куда обратиться в случае той или иной проблемы, где справку получить, какую социальную ответственность он несет за те или иные действия и так далее. Так вот, сразу хочу сказать, что привел этот парадокс для того, чтобы, во-первых, мы воспитывали ребят, которые были и социализированы, и культурны, и вот так, чтобы мы понимали, что практики самоуправления детского, они сразу должны отвечать двум этим требованиям. Они должны быть ориентированы на реальные социальные отношения, которые складываются в обществе, и в то же время они должны поддерживать внутри себя высокую культуру. То есть здесь не должно быть никаких моментов, которые мы встречаем в нашей текущей социальной жизни, тем более политической жизни. Детский парламент, если он существует, или Детская дума, Совет командировки, не должно подавляться иным существующим сегодня политическим институтам, потому что они, к сожалению, при том, что они социализированы, многие из них не соответствуют критерию культурности. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, занимаясь практиками самоуправления, мы вводим ребят и в общественную жизнь, и в культуру этой жизни. Это очень важно. И второй парадокс социализации связан с тем, что существуют две стратегии вхождения человека в общество. Первая стратегия, ее можно назвать социальной адаптацией, ее так чаще всего и называют, и речь идет о присоединении человека, не буду использовать слово приспособление, оно немножко с негативным оттенком, а присоединении человека к тем нормам, правилам, традициям, группам, которые существуют в обществе. Это абсолютно нормальный, естественный путь, который всегда будут проходить младшие поколения по отношению к старшим, и который мы, как педагоги, работники системы образования, ну, скажем так, довольно неплохо научились сопровождать. А вот вторая стратегия, которая существует одновременно с стратегией социальной адаптации, связана с тем, что человек входит в общество, не присоединяясь к тем обстоятельствам, которые есть, не пытаясь их принять, а сразу творчески их воспринимая. То есть, пытаясь создать свои обстоятельства, создать свою модель поведения в определенных условиях. И вот эта стратегия, ну, скажем так, в стабильных обществах, в ситуациях, когда в обществе давно устоявшиеся правила игры, эта стратегия не очень заметна. Но как только общество или мир в целом начинают быть сильно изменчивыми, начинают быть динамично, активно меняющимися и развивающимися, вот тут эта стратегия начинает все больше и больше требовать к себе внимания. Потому что можно не успеть, то есть, скажу точнее, пытаясь присоединиться, приспособиться к наличным условиям, можно не заметить, как эти условия уже изменились. И то, к чему ты присоединился, на самом деле, уже не существует. И вот очень важный момент, что мы должны учить детей сегодня, это высокое требование к нашему современному образованию, не только социальной адаптации, не только через механизмы социальной адаптации, но и активно задействовать вот эту вторую стратегию, творческую по-настоящему стратегию, которую можно назвать, и ряд ученых ее так и называют, неадаптивной социализацией. Когда человек входит в общество и культуру, не присоединяясь к тому, что уже есть, а создавая собственную модель желаемого будущего. Возможно, это будущее не наступит, но те навыки, те способности, которые человек в этот момент развивает, они обязательно точно сработают. Такой человек будет гораздо более социализированным, чем тот, у кого работала только первая, как бы была задействована только первая стратегия. У меня в презентации есть две метафоры, которые обозначают разность вот этого вхождения человека в общество. Под социальной адаптацией я разместил картинку группы людей, переходящих дорогу по земле. То есть люди четко следуют в данном случае правилам. Вот она, зебра, вот возможность перейти, и они очень адаптивно и правильно действуют. Но как только, например, это другая картинка в презентации, как только человек оказывается, например, на развилке неизвестных ему до конца дорог, то здесь уже никаких правил готовых и никаких норм не существует. Ему предстоит их выработать самому. Здесь нет вот этой самой зебры, которая однозначно дает шанс правильно пройти. Здесь нужна собственная модель поведения, и для того, чтобы эту модель выстроить, нужна возможность пробы. Нужно дать человеку попробовать то желаемое будущее, которое он для себя хотел. Вот в образовательном смысле первая стратегия, стратегия социальной адаптации, еще раз подчеркну, мы ее неплохо обслуживаем, и ту систему знаний, умений и навыков, которые нужны для социальной адаптации, мы, образование наше в целом, детям транслируем. А вот создать условия для их проб, для построения имя собственных моделей поведения по отношению к желающим будущему, вот здесь у нас пока дефицит образовательный. И я уверен, что именно практики самоуправления ученического, они могут помочь это сделать. Потому что, руководствуясь идеей, что в жизни человека должна быть и социальная адаптация, и возможность вот этого неадаптивного поведения, неадаптивной социализации, можно сказать, что современное школьное самоуправление, ученическое самоуправление, это, во-первых, освоение детьми знаний, умений и навыков управления той школьной ситуацией, в которую они входят и вошли. И здесь мы обязаны помочь им научиться управлять этой школьной ситуацией. А вторая составляющая, не менее важная, это дать возможность ребятам практически преобразовать школьную ситуацию в соответствии с их собственным видением. Вот эта возможность как раз в практиках самоуправления прекрасно присутствует, в отличие от многих других практик школьной жизни. И в этом ценность ученического самоуправления на современном этапе. Еще раз повторюсь, не просто освоение навыков управления своей школьной ситуацией, а возможность построить и попробовать, как это в жизни, свое видение этой школьной ситуации. Как только мы ставим себе такую двуединную в данном случае задачу, тут же встает целый ряд вопросов и ограничений, традиционно связанных с самоуправленческим процессом. И один из этих вопросов это меры участия взрослых в практиках самоуправления детей. Конечно, здесь существует полярность, одна точка зрения, что дети должны все делать сами, мы не можем вмешиваться никуда и так далее. И вторая точка зрения, что мы будем точно и тщательно вести детей, давать им необходимые знания, умения, навыки для управления школьной реальностью. И вот только когда они их качественно освоят, тогда мы им разрешим что-то сделать самим. И то, и другое в данном случае являются крайностями, потому что дети сами в ситуации, когда у них нет или размыты культурные образцы, могут натворить такого, что потом будете и мы будем все долго расхлебывать, потому что, скорее всего, они культурные образцы в такой ситуации, когда мы их говорим, делайте сами, остаетесь наедине с собой, они, скорее всего, культурные образцы эти возьмут из массовой культуры, из того, что доступно для них сегодня. И какого качества будут эти так называемые самоправлические процессы, мы все догадываемся, зачастую видим, к сожалению. А с другой стороны, вот это желание руководить детским самоправлением вылится в то, что они начнут его имитировать под нас, участвуя в предложенных нами сценариях, планах работы и так далее, и подлинно никогда не выйдут на собственную ответственность. Потому что, конечно, один из ключевых вопросов самоправления это воспитание ответственности за самого себя, за свои действия, за свои поступки, за других тех, кого ты берешься, за кого ты берешься отвечать. Чтобы самоправление ребят было подлинным, не имитационным, очень важно нам, педагогам, еще раз повторюсь, найти меру своего участия в организации и координации детского самоправления. Для меня такой мерой служат формулы двух наших выдающихся педагогов. Первая принадлежит нашему замечательному современнику, народному учителю СССР, моему учителю, чем я очень горжусь, Владимиру Абрамовичу Караковскому, где-то в 97-м году в одной серьезной, но неформальной встрече он сказал буквально следующее. Настоящее ученическое самоправление я встречал только в тех школах, где было самоуправление педагогов. Это принципиально важный вопрос. То есть, если мы хотим развивать детское самоправление, у нас у самих, у взрослых должна быть ценность собственного самоуправления. Что такое самоуправление? Это то, что в школе педагоги делают без участия администрации. Делают самостоятельно, как профессионалы, находящиеся в рамках одного профессионального коллектива. Если вы посмотрите на свою школьную жизнь ответственно, внимательно и увидите, насколько у вас существует самоправление педагогов, по сути дела, вы дадите ответ на вопрос, а можете ли вы развивать по-настоящему ученическое самоправление. Поэтому, на мой взгляд, это очень важное, серьезное, базовое условие. Только педагогические коллективы, которые сами перед собой ставят задачу педагогического самоправления, действительно, всерьез могут поддерживать ученическое самоправление. Те, кто этого не делает, скорее всего, претендовать на то, что дети от них впитают ценность собственного самоправления, наверное, не могут претендовать на это и надеяться на это не приходится. А второе ограничение задано другим выдающимся нашим педагогам Сергеем Иосифовым Гессиным, который в 1923 году из замечательной книги основы педагогики «Видение в прикладную философию» сформулировал следующую мысль. «Только там, где есть общественная жизнь, есть потребность и возможность самоправления. Где ее нет, самоуправление выродится в фикцию или игру». То есть вот так вот очень четко, твердо, можно сказать, даже жестко Сергей Иосифович Гессиным показывает, что самоуправление это та практика, где очень легко скатиться в имитацию и где игровая педагогика не всегда дает серьезный полноценный результат. Я знаю, что сегодня очень популярны игровые модели самоуправления парламента, республики, суды, другие министерства, коллегии и так далее. Я не хочу сказать, что все они как бы невысокого качества и так далее. Каждый раз исполнение бывает разным. Я просто хочу подчеркнуть, что игровые модели по мнению Гессена и на самом деле по мнению очень многих педагогов все-таки не дают полноценного выхода ребенка в ответственное социальное действие, в ответственный социальный поступок. И мы должны это учитывать. Игровой подход может быть этапом на пути создания полноценного ученического самоуправления. Следуя Гессену, оно на самом деле будет жить там, где будет насыщенная общественная жизнь, где будет школам, где такая жизнь вообще будет позволена появиться. Что Гессен имел в виду под общественной жизнью? Внимательно читая его текст, обнаруживая, что речь идет о тех ситуациях в школе и вообще в образовании, когда ребенок встречается с учителем не как учитель с учеником, а как, например, два гражданина одного школьного дома или два гражданина большого общества. То есть, это не собственно учительско-ученические отношения, а это те отношения, которые тоже существуют в школе и в хороших школах они гарантированно есть. и более того, они зачастую очень сильно влияют на собственно учительско-ученические отношения. К сожалению, мы сегодня массово в массовой школе имеем доминанту именно учительско-ученических отношений и вот это сворачивание этой общественной жизни. И я должен напомнить в этой связи конкретные места в современной школе, где она живет. Эти отношения гражданские социальные отношения возникают в сфере учитель-ученик тогда, когда идет освоение гражданского знания, социального знания между учителем и учеником. Эти отношения живут гражданские, а не учительско-ученические, живут в системе школьных событий, живут в деятельности школьных клубов, объединения дополнительного образования, которые выполняют учебные задачи в том числе, а именно в школьных клубах, которые являются формой общественной самоорганизации детей и взрослых. Наконец, эти отношения и общественной жизни существуют в социальных проектах школы, когда школа что-то делает для социума и его интересов. В детско-взрослых общественных объединениях школьных, которые самим названием призваны, что в своей деятельности они ставят не только цели внутреннего развития, но и цели развития того социума, который их окружает. Наконец, есть такие инновационные практики детско-взрослых образовательных производств, которые тоже решают социальные задачи и там в этих практиках тоже живет вот эта пресловутая общественная жизнь. Таким образом, для школьного самоуправления есть, для ученического самоуправления есть большое поле деятельности, где оно даже не в игровой форме, а всерьез может решать те задачи, которые сама перед собой ставит. Ну, в частности, я обмогнулся про школьные события. Вот мы уже не раз, наша научная группа делала или консультировала проекта, где именно через систему школьных событий вырастала вся система школьного самоуправления. Этому посвящен мой последний слайд, я его очень коротко прокомментирую. Можно сказать, что этот подход можно назвать работой с событийно-деятельственной моделью, моделью запуска ученического самоуправления. Вот зачастую спрашивают, а как собрать этот, например, стартовый актив. Где найти тех ребят, которым надо что-то большее, чем просто хорошо самим существовать в школе, которые хотят, чтобы сама школа была открыта им навстречу. Есть очень интересный ход. Вот эту инициативную группу школьников можно собрать на задачи исследования того, что в школе происходит. Исследования школьных отношений, исследования каких-то средовых особенностей школы. Потому что, занимая исследовательскую позицию, они неизбежно, эти ребята вместе со взрослыми, выйдут на проектировочную позицию. Потому что, когда в результате исследования школьной жизни они обнаружат, скажем, школьные дефициты свои, то трудно себе представить детей, которые не захотели бы что-то с этим сделать. То есть, именно переход из исследовательской позиции в деятельностную, это один из способов создания школьного актива. Перейдя из позиции исследователей в позицию проектировщиков, ребята могут вместе со взрослым, которых консультируют, спроектировать новое школьное событие, которого не было в школьной жизни, которое преодолевает один или там несколько из обнаруженных ими дефицитов. Если такое событие получится, а надо сделать все, чтобы оно получилось со стороны взрослых, то для вот этой исследовательской проектировочной группы это будет полноценная ситуация успеха. И именно в этой точке они могут вырасти в новых лидеров школьного самоуправления. Дальше можно передать на анализ те события школьной жизни, которые уже существуют, можно считать, там, если они есть в школе, являются традиционными и предложить этой группе преобразовать эти события в новом, опробованном линии на своем собственном событии ключе. А потом логично передать ответственность за реализацию части школьных событий непосредственно этой группе, тем самым эта группа фактически станет, ну скажем так, событийной командой, которая получит и возможность, и ресурсы, и ответственность за проведение части школьных событий своими силами. И уже им можно дать не то, что дать, а они гарантированно этого захотят привлекать других ребят к участию в этой команде, расширять круг своего влияния. Здесь позиция педагога как консультанта, как поддерживающего будет необыкновенно важной, потому что на этапе расширения событийной команды возникает риск размывания вот этой стартовой команды, да, когда прежние лидеры могут, ну стать менее, то есть им будет труднее занимать лидерскую позицию. Это все нужно подстраховывать. Появление новых лидеров не должно приводить к жестким конфликтам со старыми лидерами. Но как только такая команда формируется, можно ее институциализировать, то есть создать те самые органы, структуры самоуправления, о которых мы, как правило, говорим, когда строим или оцениваем самоуправленческие практики. Вот здесь эти органы и структуры будут уже органично выращенными, а не насаженными сверху или просто придуманными из головы. Здесь действительно у ребят будет естественное после успехов в деятельности, после работы событий на команду, у них будет естественное желание задать нормы, правила работы этой команды, подстраховать себя от возможных рисков. Вот здесь произойдет, по сути дела, оформление этих самоуправленческих структур. Ну а дальше эта команда, например, может пойти в отдельные классы или в параллели школы со своими идеями, проектами и там повторить тот же самый путь. И тогда окажется, что мы выясним, и мы видели это на практике очень многих хороших школ, что дети, старшеклассники, подростки, которые участвуют в этой деятельности. Много чего хотят, многое могут. Им нужны взрослые, которые будут их поддерживать, которые будут им помогать, но не взрослые, которые будут вместо них что-то делать. Заканчивая наш разговор, я хотел бы, чтобы каждый из вас мог задать себе по его итогам вопрос. И вот эти вопросы, может быть, будут главными источниками ваших дальнейших действий. Вопрос о том, какой деятельностью занимаются ваши ребята в режиме самоуправления. Не превалирует ли форма и какие-то организационные структуры над содержанием этой деятельности. Насколько органично сочетается структура вашего самоуправления с желаниями и потребностями самих ребят. Нет ли имитационности хотя бы, пусть в каких-то аспектах деятельности вашего ученического самоуправления. И если есть, как эта имитационность может быть преодолена. Если вы сторонник игровой модели самоуправления, стоит спросить себя, а все-таки где серьезные перспективы вашей игры, ради чего она ведется, каких целей и результатов вы реально достигаете. Потому что, еще раз подчеркну, в отечественной педагогической традиции ценность самоуправления ученического, детского всегда была необыкновенно высока. Это была форма участия детей в мире взрослых отношений, взрослой жизни. Это была форма приобретения детьми ответственности за самих себя, за свое будущее. И девальвировать вот эту традицию, сводить ее к решению каких-то семиминутных задач, на мой взгляд, было бы непростительно. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, был вам интересен и полезен.